Здравствуйте, меня зовут Мария Амурская, и я мастер по окрашиванию вещей техники Тайдай. В рамках коллаборации с образовательной студией Шкатулочка я сегодня вам покажу маленький компактный мастер-класс по окрашиванию носочков в ледяной технике. Мы будем использовать нити дроп и маленькие резинки для детских причесок. Также нам понадобятся носки. У нас с вами их 4 пары. Это белые носочки 39 размера, состав 90% хлопок. Все остальное это синтетическая нить. Обратите внимание, что носок и пятка не армированы, и это гарантирует нам равномерное окрашивание и четкий рисунок. В рамках данного мастер-класса я буду использовать один краситель. В палетке дроп это номер 41, и называется он у нас грозовой. Также нам понадобится лед, кальцинированная сода. Уже в конце, когда мы окрасим наши изделия, я посыплю сверху на краситель лед, для того, чтобы цвет был более насыщенным и точно закрепился на нашей ткани. Также у нас есть замечательный тазик. Он имеет раздвижной механизм. Это очень удобно. И он перфорирован со всех сторон, что значит, что лишняя влага у нас будет определенно отводиться. Иногда бывает так, что красителя много, льда тоже много, и лишняя жидкость скапывает. Если у вас так будет происходить, используйте тазик. В последующем эту жидкость с достаточной концентрацией можно будет использовать для окрашивания какого-либо еще изделия. Приступим к нашему мастер-классу и возьмем первую пару носочков. Берем первый носок и выворачиваем его лицевой стороной. То есть нам нужно взять и вывернуть носочек, сделать его плоским. Сворачиваем носочек пополам, так, чтобы пяточка у нас осталась внутри, а носок с наружной стороны снаружи. И начинаем сворачивать, начиная с носка, сворачиваем ролик. Берем резинку, фиксируем носочек пополам. То же самое проделываем со вторым носком. Начинаем сворачивать ролик, начиная с носочка. Берем резиночку и фиксируем. Первая пара у нас с вами готова. Берем следующую пару носков и проворачиваем все то же самое. Так, чтобы пяточка у нас с вами оказалась внутри. Сворачиваем носок и начинаем с носка делать гармошку. Делаем гармошку и фиксируем резинкой. Таким образом мы уже сделали с вами две пары носков. Дальше мы берем пару и делаем с вами волшебство. Сейчас мы сделаем с вами рисунком вязаные носки. Сворачиваем носочки пополам. Прячем пяточку внутрь, чтобы у нас с вами получилась продолговатая вот такая линия. То же самое дело с вторым носком. Складываем носочки вместе. Носок к носку. Берем катушку с нитками. И начинаем сворачивать, обвязывать носочки по типу колосок. Обвязали. Затянули. Точно так же по диагонали. Идем вниз. Обвязали. Два раза. Затянули. Снова по диагонали идем вниз. Обвязали два раза. Затянули. И таким образом нам нужно с вами закончить весь носочек. Обвязали. Получается колосок. Затянули. Иногда нитка заканчивается. Так бывает. Мы просто делаем все то же самое. Попутно, если у вас носочек распался, то вы снова поправляете руками и делаете вот такую плотную, долговатую линию. Обвязали. Затянули. Ничего страшного, если в процессе у вас будут образовываться какие-то складки или что-то пойдет не так. Это только добавит вашему рисунку оригинальности и неповторенности. И я же не perfectly... Вот. Подписывайтесь. чтобы ваши линии на носках были именно белые линии не прокрашены были шире то нужно использовать либо неразделенную нитку либо намотать больше слоев таким образом мы с вами доходим до самого конца носочка для удобства для окрашивания я обычно их скрепляю между собой носочек таким образом у нас с вами осталась последняя пара и теперь мы с вами будем делать рисунки круги как мы делаем рисунок рук нам нужно с вами мысленно начертить окружность и начать сборку носочков вот таким образом складочка 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 что в итоге у вас получилось вот так и вот эту сложившуюся гармошку мы сейчас тоже буду затягивать ниткой несколько раз обмотали и плотно потянули на себя и еще раз несколько раз обмотали и снова потянули на себя дальше у вас уже сама ткань начинает формировать складки и вы по этим складкам начинаете наматывать новые окружности отступаем немножко вниз буквально три-четыре сантиметра и снова наматываем намотали затянули намотали затянули если вы увидели что у вас в процессе нитка не наслаивается друг на дружку а затянула ткань рядом опять-таки не расстраиваемся потому что у нас получится более разнообразный рисунок в нас снова образовалась окружность мы снова ее затягиваем затягивать нужно не по спирали а в одном месте опять-таки не забывайте если у вас нет четкого референса если у вас ничего не нарисовано фломастера и вам не нужно определять ну соблюдать какой-то четкий рисунок то все что вы делаете это произвольном порядке а В процессе у нас получается вот такая симпатичная куколка Ну и хвостик уже завязываем так, как нравится Ну что же, теперь приступим к окрашиванию Сегодня для нашего окрашивания я взяла специальную емкость Это тазик с задвижным механизмом Если бы у нас было больше изделий, соответственно, они бы тоже у нас все поместились Мы уложили плотным ровным слоем наше изделие Положили его на белый лист бумаги В процессе, когда мы будем посыпать красителем изделия Все излишки будут высыпаться на белый лист бумаги И впоследствии мы можем его или использовать, либо сыпать обратно в баночку Для данного окрашивания я выбрала 41 цвет в палетке красителей дроп Цвет называется грозовой Если вы используете его в жидком окрашивании, цвет будет темно-синий Однако же в ледяной технике ситуация полностью меняется Из-за того, что это сложный смесовой краситель, вы получите розовый, фиолетовый, синий, голубой и бирюзовые цвета Ну что ж, приступим Работаем в перчатках для того, чтобы наши круги не окрасились Открываем краситель Берем ложечку Как вы видите, я очень люблю этот цвет, поэтому у меня 100-граммовая баночка красителя В зависимости от того, какой вы хотите получить цвет Плотный, фиолетовый, бордовый или же наоборот цвет, который уходит в голубизну Вы сами регулируете количество красителя, который вы высыпаете на изделие В данной технике я буду использовать метод краситель под лед И вот так вот Продолжение следует... Мы посыпали наше изделие красителем, стряхнули лишнее, смотрите сколько у нас осталось, потом мы это все вернем в баночку. И приступаем к следующему этапу, выкладываем лед. Продолжение следует... Мы берем специальную емкость, внутрь которой мы ставим тазик. В эту емкость будет скапывать лишняя влага. Берем лед. Он у нас уже немножко подтавил, поэтому его достаточно просто брать. И начинаем кусочками выкладывать на наши носочки. Выкладываем пятки в произвольном порядке. Также после того, как мы с вами выложим лед, мы сверху посыпем его кальцинированной содой. Даже несмотря на то, что наши носки уже в самом начале были вымочены в растворе соды, мы все равно используем ее повторно для того, чтобы то количество влаги в льдах, которые будут выделяться, они не вымыли цвет. Процесс таяния льда абсолютно непредсказуем. Но для того, чтобы сделать его более предсказуемым, в данном окрашивании мы выкладываем лед после красителя. Давайте снова повторим все слои и все действия, которые мы с вами произвели. У нас идут носочки, заранее вымоченные в кальцинированной соде. После носочков у нас идет краситель. Сверху красителя мы хаотично выложили лед. И на лед мы снова посыпаем с вами кальцинированной содой для закрепления цвета. Мы оставляем с вами наши носочки до таяния льда. И после того, как лед полностью стает, еще примерно на 5-6 часов. Лед растаял. Так как мы с вами использовали смесовой краситель сложных сочетаний, 41 оттенок, он у нас распался на разные цвета. Розовый, голубой, синий и фиолетовый. А теперь наш полученный результат мы идем полоскать по инструкции. В холодной воде, в горячей воде, в горячей воде с мыльным раствором и далее в стиральную машину. Мы приступили ко второму этапу. Сейчас наши изделия мы будем промывать. Изделие находится в вот таком удобном тазике, который имеет раздвижной механизм. Смотрите. И я ставлю на края раковины. И все становится очень удобно. Далее я включаю воду и начинаю промывать наши изделия до тех пор, пока не пойдет чистая вода. И далее уже буду разматывать нитку. Смотрите. Обратите внимание, что та сторона, где мы выкладывали наш грозовой краситель, она распалась на фиолетовый и розовый, а нижняя часть, она голубая. И так происходит практически со всеми изделиями в такой технике. Когда будете что-то красить, учитывайте этот момент тоже. Смотрите. 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 Мы закончили раскручивать наши носочки. И теперь мы снова их прополаскиваем в холодной воде, потом будем полоскать в горячей воде, потом в горячей воде с мыльным раствором. И после этого положим в стиральную машинку на 30 градусов, скоростной режим. Мы достали наши постиранные носочки из стиральной машинки. Давайте теперь посмотрим, что же у нас получилось. Это та самая скрутка, где мы с вами нитями обвязывали круги. Если взять отдельный носочек и посмотреть, что у нас будет с лицевой стороны, это будет выглядеть вот так. Вот она у нас пяточка, а вот носочек. Это у нас носочки, которые мы с вами связывали роликом. Вот у нас в середине загиб. Так, вот эти носочки мы с вами делали гармошкой. Собственно, видно по бирюзовому цвету там, где у нас с вами загибы. И теперь мои любимые вязаные носки. Самый красивый узор. Я надеюсь, вам понравилось мое мастер-шоу, как мы вместе с вами покрасили носочки. Все необходимые средства для крошения вы можете купить в магазине «Шкатулочка». И я надеюсь, что в дальнейшем вы будете использовать вновь полученные знания и проведете для своих друзей или близких мастер-класс по окрашиванию. Мне было очень приятно. С вами была я, Мария Амурская. До новых встреч!